София Лебедева играет на виолончели уже третий год и неоднократно принимала участие в различных творческих состязаниях. Как призналась девочка, во время прослушивания на городском конкурсе она очень переживала, однако на гал-концерте почувствовала себя гораздо увереннее. На конкурс София подготовила три композиции, одна из них – романс Ореста Евлахова. Он медленный, певучий, и в нем самое главное – это очень медленно вести смычок. Свою долю наград забрала детская школа искусств. Один из ее учеников, Георгий Глинов, стал лауреатом первой степени. Мальчик исполнил на саксофоне романс Глиера и танго Вилолде. Я четыре года учился играть на саксофоне. Я очень долго готовился к этому конкурсу. Спасибо большое моим преподавателям и моему концептмейстеру. Я рада, что я победила. Любой творческий конкурс всегда вызывает волнение не только у исполнителей, но и у их педагогов и родных. Ребенку, выступающему на сцене, важно видеть, что родители его поддерживают и гордятся его успехами. И вы знаете, когда мы вчера видели, как волнуются родители, присутствующие в зале, как они переживают за своих детей и настраивают их на хорошее выступление, конечно, это вызывает и радость, и, ребята, очень большую гордость за ваших родителей, потому что они-то точно понимают, зачем вам это нужно. Победители городского конкурса отправятся на всероссийский конкурс учащихся оркестровых отделений детских школ искусств городов Росатома. Он пройдет в лесном в дни весенних каникул. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.